Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Здесь, в этом кабинете. Ты понял, где ты находишься? Я с удовольствием понял. Ну, я рад. Восьмилетний Игорь Фисько уже точно знает, кем хочет стать в будущем. Сейчас Вадим Шувалов и Владимир Путин – его кумиры. Но через пару десятков лет, возможно, он сменит их на высоком посту. И первый урок от градоначальника он уже получил. Обсудили серьёзные вопросы благоустройства, проблемы и нужды Сургута. Свой выбор профессии Игорь объяснить не может. Наверное, веление сердца. Но он полон уверенности. Я как бы этой мыслью произошла, буквально, ну, не знаю, как случайно там, или, не знаю, или мне захватить, или мне захотелось, ну, понял, владеть каким-то городом или страной. Ну, я буквально, ну, я не знаю, конечно же. Игорь Николаевич не только чаю попил и вопросы обсудил с нынешним мэром, но и кресло его успел примерить. Да, конечно, там себя, если честно, кресло. Как оказалось, юный мэр – настоящий эстет. На досуге часто посещает театр, дружит со спортом и любит собирать конструкторы. Так что сюрприз для него удался. Без подарка не остался и глава. Его портрет Игорь нарисовал с поразительной точностью еще до самой встречи. Мама мальчика призналась, что картины сына особенно дороги. Ведь до четырех лет он ни карандаш, ни ручку в руке не держал. Мы сотрудничаем с центром «Благодарю». Там мы взяли несколько деток, которым можем осуществить эти мечты. И вот нам попался Игорь. Он очень захотел стать мэром города Сургута. И мы решили, что самым первым мы осуществим именно его мечту. Вот вышли на секретаря и организовали эту встречу. В проекте «Детские хариты» примут участие еще несколько детей. Сейчас его организаторы ищут поддержки от городских организаций, которые помогут им в этом. Кто знает, возможно, для ребят это первый шаг на пути к успеху. Я как мама очень бы хотела верить в это. Я стремлюсь и делаю все возможное для того, чтобы сын реализовал себя. И если он так себе представляет свою дальнейшую жизнь, то я буду только рада. На этой встрече не остановятся. Глава Сургута распорядился, чтобы в ближайшее время для Игоря провели экскурсию в музее «Черного лиса» и детском технопарке «Кванториум». Инвестировать в будущее нужно уже сейчас. Юлия Плескачева, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Спасибо.